Мой лагерь среди бескрайних просторов тундры. Итак, я начинаю отсюда сплавляться на этом пакайке. Важное, это приток Иргувиема. И дальше по Иргувиему всего мне предстоит сплавляться порядка 130 километров. По важной, надеюсь, по такой речке и 15 километров смогу сплавиться. До рыбы я уже дошла. Теперь главное дойти до хороших дров. Рыбы здесь ловятся в любом месте. Главное, на чем ее хорошенько приготовить. Вперед, к дровам. Это удивительно, но я прохожу даже вот такие мелкие перекаты. То есть моя лодка и ее осадка вполне позволяют. Ура! Здесь прям разлив, глубина и ходят хариусы подо мной. Благодать, погода благоприятствует. Где-то плюс 18. Попутный ветерок, обалдеть. Настоящее лето. Выводы гущат. Как близко подпускают. Побежали. Нам сказать, что в основном я плыву. Ну вот, конечно, на таких местах, где разбои, хочется выходить и проводить немного. Но это все равно такое блаженство по сравнению с хождением с тяжелым рюкзаком. Он пока тяжелый еще, относительно. Впереди еще много дней, пути. А под крутым берегом, где вода собирается, вообще отлично плыть. А ветер отгоняет лодочку куда надо. Да-да-да. Вот здесь. Вот здесь. Красота все-таки. Среди уже видим далекий хребет. Где-то здесь, к месту геологических работ, между Эргувиемом и заливом Квеста, продвигался с тракторными санями Олег Куваев. После обеда решила подняться на сопочку небольшую, вот, смотреться, вот, как сверху. Хорошо видна река, как она разбивается на многочисленные рукава, мелкие. Ну вот там дальше она уже собирается. Должна собираться в одно русло. В одно русло, и думаю, там я поплыву, буду уже плыть постоянно. Здесь хорошая обзорная вершиночка. Нашла здесь палочку, видно оленевод. Использовала как посох и как вешала для котелочка. Много следов я сейчас встретила у реки. Стадо явно прошло. Ветрюга сильнейший. Да, вот такие дали. А там рыбные озера. Но у меня здесь рыбы хватает. А вот это мой дальнейший путь. Мой дальнейший путь. Конечно, пешком я бы здесь, может быть, быстрее прошла, но сплавляться спокойнее, проще. В смысле легче. Медленнее, но легче. И интереснее все-таки. Ну, а теперь чаек из последних дровишек, которых я насобирала тут в окрестностях. И в путь. Чтобы проходить вот такие маловодные участки, перекаты шкуродера, применяю тактику моего друга Петя Жукова. Опираюсь двумя руками на баллоны, приподнимаюсь, чтобы равномерно распределить вес тела по каяку. Но когда и этот маневр не проходит, вылезаю. Веревка на носу и на корме привязана. Отработанными автоматическими движениями перехватываю чалку. Хорошо, когда ветер не мешает, не сдувает лодку в сторону, тогда ее легче направлять вниз по струе. Надо сказать, на сплаве мне пока снова несказанно везет с погодой. Солнце, ветер, но очень чтобы сильный. В общем, благодать. Вот это да, там красная рыба. Она прям идет. Ух, ух. Я прям ее сейчас пытаюсь поймать. Офигеть, она такая крупная. Понимая. Вообще, минуркотей идет. Сейчас я буду ловить. Да, мне все хотелось выплыть быстрее из мест, где закончатся перекаты и мели. А теперь я не хочу, потому что здесь идет красная рыба. Я не смогла сейчас поймать эту рыбину. Она не берет блесну. Я уже битый чаш ее ловила. Это была такая азартная ловля. Мне мешали хариусы, которые брали блесну. А к рыбе пришлось подводить ее несколько раз. Я подцепляла ее за плавник, но она уходила. Какие мели она проходит вверх. Как упорно нашла вверх. Таким же упорством, с которым я иду вниз. По этим же мелям. В общем, она ушла, потом все-таки вниз от меня убежала. Я решила, что это не моя рыба. Значит, моя будет другая. Теперь ее надо искать. Вот на таких меляках она начинает идти, подниматься. Да, в этом заливчике клещутся хариусы. Я ловила вот эту крупную рыбу на мелкую блесну. Вот сейчас только поставила крупную. А тогда не могла. Все время за ней следила. Блесны были в лодке запасные. На большую я поймала. Еще жалела, что у меня нету остроги или хотя бы елки. Да, без сетки, крупную красную, тут сложно поймать. Как здесь рыба проходит. Вот тут ее можно срогой. Вот здесь справа в важную впадает большой приток, сырец. Воды сейчас будет больше. Можно будет... Я и так уже почти все время плыву. Вот так изредка выхожу. А тут, наверное, совсем будет хорошо плыть. Остается 7 километров до Иргувизема. Да, река заметно сразу стала больше. Расход как будто раза в три прибавился. Даже не в два. Все-таки не успею я сегодня доплыть до Иргувизема. На разливах вот опять велики пошли. Да, пешком бы эти 15 километров уже прошла бы по берегу. Но сплавляться интереснее. Вчера вечером было безветрия. Налетела комарья у меня под тент тоже. Если бы не внутренняя палатка, которую я ставлю под тентом, конечно, я бы тут, вон их сколько, не выжила. Да, контрасты на Чукотке, конечно, сильные. Вчера была жара. Я шла без всякой гидрозащиты. Плюс 28 максимум было вчера. А сегодня ночью был... Выпал туман густой, а вышло прям почти ничего не видно. И было ноль минус. То есть был заморозок, холодно. Сейчас с утра тоже еще прохладно, хотя всего 10. Очень хорошо идет кофе с маслом. У меня большие запасы масла, слава богу. Вот. Это мне помогает. Вчера, так же, как и сегодня, я, в принципе, встала недалеко от переката. Он шумит так не сильно. Когда ветер стихает, вроде больше шумит. Ну, вот вчера как раз было темно уже вечером. Я зашивала штаны, включила фонарик. И тут на перекате такой шум раздался, как будто кто-то переходит. Я подумала, медведь. Тут же ему высказала, место занято, люди идут. Ну, шум пропал. Но мне стало страшно, и я приготовил гранату. Мне от медведей подарили гранату. Вот такую пейнтбольную. Это Сергей, сын Гена Вадамута, еще на Поливоаме, на метеостанции, в самом начале путешествия. Если дернуть за чеку, вот так ее отвернуть, дернуть, прижимать, то три с половиной секунды есть, прежде чем ее кинуть, прежде чем она взорвется. Ну, граната, конечно, не понадобилась. Но она меня успокаивает. А шум на перекате, теперь я знаю, кто издает. Это, видимо, шла рыба на нерест. Вот эта вот крупная рыба, красная, которую я вчера увидела уже днем. Она, конечно, очень мощная и издает сильный шум. Потому что, думаю, ну что ж, вышло, никого нет. А это рыба, наверное, была. Вот она, обычная чукотская погода. Низкая, ну такая, облачная, сплошная, но не очень низкая. Большой ветерок. Чукотка, это еще вот такие следы былой активной деятельности геологической. Много бочек и попадаются. Вот сломанная техника. Ну что, речка встала, вполне ничего. Прохожу мелкие брюкады. Хорошо иду. Красота. Только рыбы большой не видно пока. Она все-таки редко или часто тут проходит. Плыва я сейчас и вот на этом таком плесе, быстротоке увидела идущую вверх красную рыбу. Я за ней тут же причалила и побежала на перекат ее ловить. Вот. На этот перекат думала, сейчас я ее там поймаю. Я сегодня поверх рюкзака вытащила вот подсадчик. Не подсадчик, это накомарник, но я хочу его использовать как подсадчик. Ждала, ждала ее там. Видно, она уже убежала выше или я не заметила, пока стала ловить. Просто хорюса. Вот один такой хороший сидел. Они тут легко ловятся. В общем, дело запасно большой. Пока нет красной, будем здесь хариусов. Это тоже неплохо. Вот такие. Граммов 800 точно есть. Раньше, если подходила к такому перекату, думала, ой, ну вот, опять перетаскиваться. А сейчас думаю, если здесь пойдет рыба, я ее на таком сухом перекате точно поймаю. Рецепт пока не идет. Редкая она здесь, редкая. Иврашка. Вылезла на берегу славу террасу бугор осмотреться. Вон, низу моя лодка. И вот тут уже видно впадение, слияние важный и эргувиема. Вот та желтая полоса. Это уже слияние. Это уже эргувием. От стрелки, от места впадения важный эргувием. Там у меня остается проплыть 115 километров до следующего Волока. Высота над уровнем моря 179 метров. Но до моря я доплывать не буду. В Тихий океан впадает. Пассейн Тихого океана эргувиема. А вот это рыбные озера на удали. Совсем на них нету растительности. Но рыбу у меня здесь вода от не пойдут туда. Там вдали разглядело венокль то ли люди, то ли медведи. Разглядело. Это олени. Но что-то их мало. Это откол. Должны их искать пастухи, наверное. Ну вот и место слияния с эргувиемом. Такие просводы примерно это на пыльнике. Вот это важное, по которое я пришла. на стрелку тоже половила. И ручки достаточно крупные сразу же. Вот такие. ну не знаю, 800 граммов точно весит. В общем, рыба в реке навалом. Видите, значит, сделаю запас чтобы у меня всегда была англой рукой. на стрелку. Ну вот, видите, как она идет на нерест. Я тут битый час ее пыталась поймать. Это очень сложно. Она не берет блесну. Вначале только взяла и все. Потом, наверное, целый час ее тут кидало блесну. Хариусов трех поймала. А красная все никак. И она только вот в этом месте ходит тут. А меня все-таки река вознаградила за упорство, наверное, не знаю. Вот. Поймала все-таки эту красную рыбу. Пусть небольшая, но это как раз то, что мне нужно. Хоть красную попробовать. Это счастье. До хорошей речки доплыла. До обильной рыбы доплыла. Теперь до хороших дров. И там подкрепляться, подкрепляться и подкрепляться. для кадра налетела. Хотела прокатиться по горке. На самом деле камешки в реке очень редки. Если вот такие малы, то они обычно за такими земляными буграми были. А тут действительно камешек налетело. вот это куст и куст начинаются самые первые. Маленькие изредка. Надеюсь, сейчас их будет больше и больше. Солнце в какой-то подозрительной дымке. Ветрюга разгуливается. Ну, надо же. Чего только не найдешь в тундре. Вот это да. Это же просто поленище. Не зря я брала пилу. Это вот среди вот таких кустиков. Явно привезли. Все, я здесь стою. Здесь так хорошо под горочкой не дует. Напротив большой приток впадает. Как раз сюда хотела дойти. Ветер к вечеру подстих, но холодно. Ой. Ну, я вам скажу, в голой тундре такой костер это просто просто экзотика. Кто бы мог подумать. Сейчас буду даже ноги греть. Коврик сушить, на котором я не только сплю, он у меня в лодке простелен. так его порчанкой вытираю мокрой. Сейчас я его посушу у костра. Ну вот, замечательный денек. Жареная красная рыба, но она казалась какой-то немножко розовой. Сколько хочешь риса. Дрова сэкономленные для следующих поколений. В общем, погода меня сегодня балует, и почти нет ветра. Наступил курорт Блаженство. Это подарок для настоящих путешественников. Настоящий подарок для путешественников. Не часто здесь такое бывает. Красота. Ночью был заморозок, минус один, а сейчас плюс восемнадцать уже. Над нами солнце светит, не жизнь, благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. ракет. 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 На высоких берегах Кои уже показались Голубые Вот река Она после них Она течет на юг Юго-восток А потом делает изгиб Загорным этих Свертиком И высоким Делает изгиб На восток Вон еще Голубые перекаты Надо выбирать Где можно пройти Еще С временами сажусь на них Ну вот и практически И где проходит Проходит На таких широких местах Разливах Не сразу понимаешь Иногда где-то проход Надо убегать В нужную проточку Чтобы Хорошо проехать Не сесть на мель В нужную струйку попасть И как раз Как раз сейчас бывает Что нужно и проходит Вот рядом с камешками Как раз На берегу На берегу Какие-то Следы Людские Это сооружения Здесь видно Вездеходная дорога Проходит Места стоянок И вообще Она промаркирована Бочками Сейчас посмотрим Такое Да Прям Домик Натягивай на каркас Брезент И вставай Прицеп Интересно Но вот этот Котелок Так котелок Не то что у меня Литров на Десять Может и больше Как же приятно Когда без ветра Такая красота В реке Сбор Дров В безлесной тундре Очень прост Выходишь на стоянку И находишь Дрова Заготовленные Вброк Ну пару Тройку Полежку У колежков Можно и взять Штиль на реке Как-то очень быстро Сменяется ветром Только хотела Пообедать В блаженстве Безветри Как снова Подола Длинные перекаты Обычное дело Для чукольких Нечу Безветри Ух, как берега тут протаяли, нависают, такие прям карнизы разваливаются. Я все время надеюсь встретить людей и вот таких пятнах, мне мерещатся, в белых пятнах мерещатся яранги, но при ближайшем рассмотрении это далекие снежники. Здесь крайне пуганных птиц. Люди просят у жизни всякого, кто денег, кто красоты, кто талантов. Пусть же даст мне фортуну, возможность шляться по планете именно так, как я хочу и умение писать об этом так, чтобы живным дачникам не спалось по ночам и счастливее меня не будет человека. Удивительно и прекрасно каждое место на земле, кроме городов и поселков. И люди обязательно должны понять это. Может быть посмотреть, как мчится по кочкам вспугнутый олень не менее достойное занятие, чем слушать пиковую даму. Олег Куваев Не торопливо струится река. Спокойно текут мои мысли. В кайке запас хариусов. Хватит до начала следующего пешего перехода. Нет никаких забот. Что еще нужно? Да, жизнь это простая штука. Греби, знай. И как же хорошо никуда не спешить. Как хорошо делать то, что тебе хочется. Затопили деревья уже. Всем пошли. О! Вот. Наступили блаженные времена, когда можно есть и вылезают лодки на ходу. Перекусывать на ходу заготовленной рыбой это великолепно. Я даже не знаю, мне кажется, хариус даже вкуснее, чем вот эта красная, которую я поймала. О! Какая безвкусная немножко. Не знаю, почему такая. Ну а хариус это великолепно. Слегка пожаренный в котелке. Да, теперь я сухари вообще не ем. Экономлю. Обеды полноценные. Рыбные. Ох, какой запас дров. Просто уже просто лесные массивы как будто вокруг. Рыба ходит прям под лодкой. Она уже такая с пятнами. Даже не знаю, похоже, это кита. На этом месте затишок. Она тут отдыхает и не рестится, наверное, тоже. ходит тут стайкой. Ну ловить такую, конечно, уже не надо. Она невкусная. Уже мясо начинает разлагаться. Они же потом, после икрометания, так здесь остаются, погибают. Точно, это кита. Да, вот так вот мудро устроена природой. Рыба после нереста погибает в тех же местах, где она отнерестилась. Ее тела разлагаются и позже служат питанием, кормом для ее же мальков. А также все обитатели тундры могут питаться этой погибшей, так называемой, снулой рыбой. По берегам он валяется. Много ее с выклеванными глазами. Чайки, в первую очередь, выклевывают. А потом ее едят и медведи, и лисы, и песцы. Да, гуси прячутся вот над такими небысокими береговыми обрывчиками. Как к ним подплываешь, так они сразу лепетывают. Много их здесь, прямо точно край непуганных птиц. А вдали там утки крохали. Думала, что буду проплывать в день километров по 50, и река быстро кончится. Но нет, тут и тридцатку-то не получается сделать. На самом деле, река, конечно, гораздо больше. Она набирает, извивается километров больше получается, чем тот, который просчитываешь заранее по карте, когда меряешь. Продолжаю путь по реке. Начал опять был заморозок, минус один. Утром густой туман, сейчас уже очень разгулялась погода. Ветра почти нет, но не жарко. Чувствую себя в этих бескрайних тундровых просторах. Просто великолепно ощущаю оторванность от всего людского. Никого. Никого. От заморозков листики арктоуса уже покраснили. Все-таки тундра прекрасна. Арктоус по-чукотски. Вес оф тыд. Кончики ушей бурого медведя. Да, мне почему-то казалось, что Эргувием широкая река, на юг текущая. По ее берегам будут кустарники. А что-то она совсем голая местами по берегам. Вот я и приблизилась к далеким, казалось бы, сначала горам. Речка становится все шустрее. Более выраженные берега, меньше разбоев. А еще раз бурет. Продолжение следует... А вон там Мишка вышел, переплывал сейчас речку... Ай-яй-яй, успею узнать... Ветер на него, он меня не чует... Ну, сейчас рыбы вон... Полно они сейчас сюда... Ветер на моём, это... Ветер на моём всегда... Ветер на моё... Ветер на моём... Ветер на моём, вон вон вон... Субтитры делал DimaTorzok Очень много с новой рыбы валяется Сначала подумала, что это ком земли Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok У меня тоже есть чем заняться жареным махарёсом. Ох, как он сидит-то интересный. Нет, всё-таки песня великая вещь, хоть я и переждала. И сходила вдаль, посмотрела, вроде нету. Но поплыла с громкой песней. И только вот подплыла к этому месту, а он здесь рядом был. Он прям выглянул, на меня увидел, услышал и убежал. Я надеюсь, далеко. И пусть вовеки не будет возврата, и всё кругом застелила мгла. Покуда плыть хорошо, фрегату-пирату жить хорошо весьма. Никто стихии не одолеет, ни они, люди, ни корабли. Но не погибнем, покуда тлеет во мгле страдание огонь любви. Я мечтаю, чтоб он пожаром стал, и объял бы моря. А ты, Мария, не плачь, пожалуйста, это просьба моя. Одна, не стещай, вторая, к концу последнего дня. Скажи священнику, умирая, о том, что помнишь в мире. А еще впереди, смерть, еще далеко. Не плачь. Кусты пониже. Издалека видно медведей. Вон еще один. Этого же меня не чует, я же по ветру плыву. Да, здесь для них рай. И кусты, где спрятаться, тепло. И рыбы полно. Кастин, конечно. О�аль, это все. Там мяч, смотри, кусты. Кусты bolt, пляж. Мясо. Пляж. 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 Продолжение следует... 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 Ну, очень тепло Но из-за сильного ветра Как-то очень прохладно И вот сюда Подсасывается кислород Дырочку входную А так я все сели заткнула Все у меня в камушках Если где-то Про щелочки были Я их заткнула разными вещами Гермешками, чтобы У меня здесь вообще был курорт Ну и пуховый спальник, конечно Меня спасает Просто в нем великолепно спать Спасибо компании Сплав Честное слово, они мне подарили его Ух! С рыбкой и рисом Отлично! Спальники На просушке У меня два спальника Один пуховый Один из синтетического утеплителя Примоловки Когда один в другой вставляешь Вообще тепло А так я обычно Примоловковском сплю И он убирает в себя Лишнюю всю влагу И пуховый Остается Совершенно сухой практически И хватает его одного Но если периодически просушивать Вообще здорово Все-таки решила выйти Высокие берега Хорошее течение Но против ветра Я стою на месте Практически И это при том, что грибы Изо всех сил Временами Против ветра Конечно, очень тяжело плыть Очень медленно Погода великолепная Но приходится временами Лодочку по течению Тащить за собой На веревочке Вот такая рыба Которая валяется Здесь по берегам Сидят В переводе с чукотского Иргувием Это шумная речка Но на самом деле Это такой перекат Шумный мне встретился В первый раз С такими валиками Это не характерный Участок для Иргувиема Но зачастую Названия возникают Из-за какого-то Одного участка Однако Мне сейчас Ядроштаны придется надеть Поднялась на крутой откос Посмотреть, что там Угляделась воды Бочку Место приметное Иду посмотреть Видно здесь Дорога вездеходная идет Да Видно здесь Были стоянки Почти Мирока Запчасти А вот и для меня Пожалуйста Запасное бисло Что только не найдешь Тунри Вполне Может взять Может пригодится Алюминий Алюминий Чего же его так сплющили Интересно Светильник Из него Делали Светильник Витя не может стихает, но все равно он и не волны, встречные волны Да, долго я прорывалась к участку, где Эргувием снова резко поворачивает на юг И тут ветер зашел, наконец-то мне в спину стал дуть Сразу появилось течение, и хоть какая-то скорость появилась Гусиная семейка Да, думала неторопливо пройду сплав за 4 дня Однако, сплавляясь уже пятый день сегодня И точно еще не успею дойти до начала пешего перехода До крупного притока слева, там где перевал базы Рудер недалеко Но она, скорее всего, не действующая Когда со скоростью ветра течение Тогда его вообще не чувствуешь вверх, когда он ковачивает спину На вечернем освещении картинки Конечно, великолепные Только ради одного этого уже можно здесь плыть Под вечер как нарочно пропадают места для стоянок То крутые откосы, то голые галечники Но ничего, в месте впадения ручья, как правило, бывают места, где В участке, где можно вылезти на откос террасы Ну вот, я нашла местечко, где есть выход на откос Хорошее место И даже несколько деревяшек дощечек от старой стоянки Тут чуть повыше нашла, валялись они Здесь под берегом не дует А выйдешь наверх, все-таки Ого-го Плюс 6, ну такое впечатление, мороз просто Руки отмерзли На ветру Ледяной ветер с северо-востока Чаек уже заварила И рыбка, рыбка главная Парится у меня там Вон она, вон она, вон она Запасы есть Пока они есть, я живу Ну вот, в лучах заката У меня уже все готово Сначала приготовила еду, изменила правила, только потом палатку поставила А тут так руки заледенели Но до заката успела Вот местечко моё Хоть здесь кусты и есть, но что-то дров очень мало Сижу, любуюсь на закат, только собралась поесть Смотрю какой-то камень, вроде не было его Пригляделась А вот, здрасте, пожалуйста Мишка, ветер не совсем оттуда, но оттуда больше Он меня не чует Пасётся тут По близости Ну, будет подходить я к Угану Чтоб он знал, что здесь Место занято Ну да, сюда идёт По ветру Ладно, у меня даже костёр горит Интересно Когда он заметит Блин, а туда ему Крутой берег-то Убегать Ну ладно Да, тут рыба валяется Камера плохо фокусирует Редактор субтитров Да, ветер совсем. Я тоже голодна уже. Жалко его пугать, но придётся. Медведь! О, в бок пошёл. Может, пока не надо? Может, сам идёт? Ну, вот он насколько от меня. Ну, ещё далеко. Вот так вот. Ну, ладно, пойду-ка я встану. Эй, медведь! Место занято! Люди! Эй, медведь! 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 Место занято! Место занято! Медведь! Э! Совсем глухой, что ли? Нифига не слышит. Эй, ну ещё далеко. А, ну ещё далеко. Ладно, пойду-ка я гранату возьму на всякий случай. Медведь! Эй! Место занято! Слышишь? Уже костёр жгу... Ой, что же ему надо? Близко. Медведь! Медведь! Место занято! Слышь? Эй! Эй! Медведь! Эй! Эй! Место занято! Эй! Занято! Наконец-то услышал. Орала, орала, стучала. На тот берег поплыл. Я-то думал он сюда побежит, на крутой откос. А он меня оплывает. Ну ладно, испугался. Но я тоже так немножко... То идёт, идёт. Вообще орала, как сумасшедшая. А он хоть бы что. Ядров мало, главное. Но ракету не стала пускать, чтобы его сильно-то не пугать. А ручонки-то трясутся у меня, трясутся. Ладно, слава Богу, нормальный медведь. А ведь он меня так и не почил, по-моему. А только увидел. Я уж встала, воясь ростом. Уже махала, в котелок стучала. Ой, слава Богу, нормальный. Не какой-нибудь, а то всякий экземпляр-то бывает. Ладно, не вредный. И на том спасибо. Да, палатка-то у меня стоит. Так что с той стороны, если он пойдёт. Надо будет маркеры развесить. Чтобы он почуял. Вообще они тут ничего не боятся, конечно. Люди здесь редко ходят. Он спокойно по тому берегу идёт. Но ведь так сломя голову и не убежал. Просто. Я уж не стала его снимать. Как я его пугаю совсем тут. Уже не до этого было. Ну что, он наконец-то у меня почуялся. Сейчас туда пойдёт ветер. И так по реке Важной я начала сплав примерно вот от этого места. Сплавилась до впадения в Эргувием. Здесь стрелка. И на Эргувиеме первая стоянка у меня была вот здесь вот. Дальше вторая вот здесь вот. Эта карта 10-ти километровка. То есть в день у меня 20-30 километров, наверное, на сплаве получается. А вот этот приток называется Медвежий. После него реально на Эргувиеме пошли медведи. Вот здесь изгиб делает Эргувием. И дошла. Вот здесь у меня очередная ночёвка была. Где вот медведь как раз подходил. И дальше до начала пешего перехода мне остаётся сплавляться ещё километров. 16-17, наверное. Это в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok